Добрый вечер всем! Сегодня наш вебинар посвящен работе с возражениями. Возражения в работе встречаются всегда на каждом шагу. И мы, наверное, уже все знаем, что возражения — это наша работа. Чем больше человек, кандидат, нам возражает, тем быстрее он станет нашим ключевым партнером или просто консультантом. Потому что возражение — это скрытый вопрос. Вот запишите, да, запись включила, Валюш. Запишите, пожалуйста, вот такую структуру работы с возражением. Вообще мне такая рекомендация, когда этот вебинар будете смотреть в записи, останавливать записи и записывать все. Потому что я, когда работала по этим возражениям, я так делала. И мне удобнее, допустим, сейчас, когда с человеком переписываешься, да, что-то он там начинает какие-то вопросы задавать, а иногда просто вот забываешь, что ответить. Я открываю тетрадку, где у меня все это написано, и пару слов прочитаю, и все, и мысль уже пошла. Не обязательно прямо за мной слово в слово все это записывать и потом все это рассказывать, все это человеку рассказывать. Достаточно просто посмотреть, вспомнить, о чем речь, и своими словами уже все это говорить. Ну вот смотрите, структура работы с возражением. То есть идет у нас возражение. А потом мы что делаем? Принимаем, присоединяем. То есть какие мы слова говорим? Принятие, да, я тоже так думаю, да, я такая же была. То есть вот говорим, ни в коем случае не возражаем человеку, а говорим именно вот так, как он думает, присоединяемся. Потом у нас идет уточнение или вопрос. То есть когда человек как-то задает вопрос, что-то ему не нравится, не всегда мы правильно понимаем, то есть мы уточняем, да, задаем уточняющий вопрос. Мы правильно вас поняли, вот это, вот это вот. И потом мы говорим аргумент в пользу того, что мы имеем в виду. Ну а давайте записали все вот эту вот структуру работы с возражением. Запишите, пока вот я буду говорить про первое возражение, да. Ну вот смотрите, на следующий слайд там будет несколько возражений, которые мы сегодня разберем. Первое возражение. Работая сейчас в интернете, я заметила, что многие, очень многие, особенно в больших городах, у них есть такая же работа в интернете, как мы их называем, продавашки, маникюр, волосы, там все какие-то подделки свои, цветочки, вазочки. То есть вот это все у людей есть. И сегодня мне двое или трое уже ответили, что у меня уже есть работа в интернете, меня больше ничего не интересует. Ну, естественно, таким людям я не стала ничего говорить. Но вчера одна девушка мне написала, ну я даже не знаю, у меня есть работа уже вот как бы в интернете. Ну я видела на страничке, что она уже работает. Вот. И она мне написала, ну я не знаю. То есть здесь у нас что получается? Что мы? Человек говорит, то есть у меня есть работа, или там, допустим, я работаю в торфирме, или я работаю вот там что-то, какой-то интернет-магазин тоже, да. Что ответить на такой вопрос, на такое возражение? Присоединяемся, да. Отлично, хорошо, когда есть стабильный доход, то есть вы не нуждаетесь так в деньгах. А здесь еще можно добавить, очень замечательно, у вас есть опыт работы онлайн в сфере, да. И надо задать такой вопрос, а вы знаете, что такое МИД? Человек отвечает, нет, конечно, я не знаю. МИД, это множественные источники доходов. Что-то он тоже там ответил, вы его выслушали, и уже потом говорите аргумент. Аргумент, то есть сейчас актуально иметь несколько источников доходов. Вы со мной согласны? И обязательно делайте так, вот задавайте вопросы, на которые у человека, ну выбор без выбора, как я вот говорила, да, Воловик нас учил, что такой вопрос, чтобы человек подумал, что, да, актуально сейчас несколько вариантов, чтобы был доход. И многие, продолжаем, да, и многие серьезные люди рассматривают наше предложение как дополнительный доход к своему бизнесу, так как после раскрутки наш бизнес будет приносить пассивный доход. Ну и здесь уже можно задать такой вопрос, допустим, вы понимаете меня, да, вы понимаете, о чем речь, как вам это предложение. Ну и дальше уже тут работаете по обстоятельствам. Ну вот возражение первое, как я уже сказала, у меня уже есть работа в интернете. Возражение второе давайте рассмотрим. Здесь надо продавать. Ну, я думаю, все, кто здесь находимся, мы уже, наверное, уже это вот оскомину набили, да, но все равно. Сегодня мы тоже несколько раз, не прочитав, что я отправила, просто сказали, нет, я так чувствую, что там надо что-то продавать, ну, не хочу заморачиваться, вы сказали, не хочу даже читать про это. Ну, естественно, я не стала с такой девушкой общаться, потому что посмотрела ее фотографии. Ну, достаточно молодая, другое не умею и заморачиваться, тем более она даже прочитать не захотела, конечно, с ней не буду общаться вообще на тему бизнеса даже. Ну, вот что можно ответить, да? Что мы делаем? Присоединяемся, да? Хорошо, что вы затронули этот вопрос. А вы любите продажи или терпеть их не можете? А вот конкретно задавайте вопрос человеку, что он вам ответит, и слушайте. Ну, не важно, что он там вам отвечает, и просто слушайте. Ну, можете, конечно, там что-то поддакивать, головой кивать. Ну, и можно даже сказать, ой, я тоже раньше так думала, что здесь нужно продавать, как вы относитесь к продажам. То есть, ну, ваши варианты здесь уже идут. Ну, и аргумент такой. В зависимости от ответа, говорит там, это зависит от того, какую стратегию вы выбираете. Покупать для себя с выгодной скидкой и возвратом денег – это продажи. А вы знаете, что у нас еще есть возврат денег? И здесь мы уже рассказываем, вот такой мини-маркетинг план, да? Что вы сделаете на такую сумму, получите вот это, а сделаете на это, на 150 баллов, получите еще возврат денег. Как вы думаете, это продажи? А пользоваться косметикой вообще со скидкой – это продажи. А вы уже все равно ходите в магазин, да, покупаете. А это вы будете покупать у себя в интернет-магазине. Как вы думаете, это продажи? То есть, вот такие вот наброски можете себе набросать, чтобы потом уже человеку все это рассказывать. Третье возражение – «Мои маленькие дети». Ну, здесь уже какое принятие? Ой, замечательно, да? Кто-то напишет, что у меня тоже есть дети. Кто-то напишет там «Ой, у меня внуки, которых я тоже там иногда забираю, да, с которыми провожу время». Так замечательно, когда есть дети. И на вопрос, задаем дальше вопрос. На ваш взгляд, дети – это расходы или вложения? То есть, когда у нас появились дети, что мы? Мы больше тратим денег, конечно же, да? Получаем. Получать мы за детей ничего, практически ничего не получаем, поэтому здесь мы больше тратим. И здесь уже не важно. Ну, конечно, все ответят, да, там, ну, мне-то скажут, ой, да, это моё счастье, там, это, 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 но здесь мы уже можем также задать вопрос. Да, это счастье, ну, как вы думаете? Счастье надо одевать, счастье надо кормить, счастье надо там показывать, на карусельки возить и так далее. Вот. И здесь вы уже говорите аргумент, да? Сейчас очень многие мамочки пришли к нам в проект ради детей, ради себя, ради того, чтобы у деток всё было. А вы вообще задумывались о будущем детей? Ну, и вот такие вот просто задавайте вопросы. Здесь спорить не надо, что, ой, да вот из детьми все там зарабатывают. Не надо даже этого говорить. Просто у нас есть такие люди, да, которые... Хорошо. У нас есть такие люди, которые пришли с маленькими детками, да? Можно, если у нас нет структуры таких, можно вообще взять и показать фотографию Татьяны... Ой, Анны Шестерневой, да? Где она беременная, с маленькой дочкой, и с чеком в тысячу долларов, да, стоит. То есть ее можно показать. Если человек не идет на вебинар, то есть на скайп-собеседование, то мы можем фотографии скинуть, да, с вот этих вот девушек молодых. То есть это просто задаем вопросы и аргумент. Задаем вопросы и аргумент. Возражение четвертое. Это пирамида, лохотрол, развод. Ну и здесь уже, конечно, нужно первое принять. Действительно, в интернете сейчас очень много обмана. И вопрос такой задаю. Естественно, не хочется, чтобы нас обманывали. Ведь правда... То есть не важно даже, что человек ответит. Конечно, ответит, что да, но не хотелось, чтобы меня обманули. Буду говорить аргумент. А вы знаете, что пирамиды, лохотрол, там, или еще что-то вам говорят, да? Это запрещено законом. И они не существуют долго. То есть задаю вопрос, а вы знаете, что такое пирамида? Кстати, мне сегодня задали такой вопрос. Я пришла в СПО, там рядом торговые павильончики есть, и мне задали вопрос. Пирамиды своей занимаешься. Ну и задали, а как факт сказали. Я говорю, да, пирамида. Я говорю, а вы знаете, что такое пирамида? Ну и, конечно, особо слушать не стали, но все равно я сказала, что пирамида – это когда нет продвижения товара. А все остальное – это продажи. Это, ну, сами знаете, да, как ответить на этот вопрос. И еще здесь можно что сказать, что пирамида – это вообще построение власти. То есть любое государство, любая власть без пирамиды не обходится. Привести пример, да, там полковник, допустим, в армии, да, там идут генералы и под ним много-много всех, да, школа, директоры, заучи там учителя и так далее. То есть небольшие примерчики такие привести. Мы все равно ждем, что он ответит, да, знать ли он разницу. И дальше аргумент. Наша компания в номеровом рынке уже 50 лет. 20 лет из них в России с безупречной репутацией. Это говорит о надежности компании, правда? То есть главное – человека зацепить на вопрос, чтобы у него был диалог. А не вываливайте на него сразу кучу информации. О, вы знаете, вот это, 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 это. Задайте вопрос. Вот вы знаете, ответ на этот вопрос? Вы его задаете. Что человек ответит? Знаете, ответ на другой вопрос задавайте. Поэтому желательно записать, вот, как я уже сказала, записать вот это все возражения. Сейчас мы рассматриваем такие общие возражения. Возражение пятое. Это Арифлейм. Ну, я не знаю, наверное, точно каждый пятый спрашивает, это Арифлейм, все ли не писали. Если Арифлейм, то даже слушать не стану. Ну, я даже не стала настаивать. Не хотите, ради бога, не хотите, даже вот и принуждать не стану. Единственное, одна девушка заинтересовалась, я ей скинула ссылку на сайт, она посмотрела и написала, это же Арифлейм, я продавать ничего не буду. Ну, и тут я ей просто написала, что, вы знаете, вы, наверное, не очень внимательно посмотрели информацию. Там вот три возможности. Первая – это пользоваться продукцией из своего интернет-магазина со скидкой. Вторая возможность – это построение бизнеса. Третья возможность – это обучение и построение своего большого бизнеса. Вторая возможность – это дополнительный доход. А третья – это построение бизнеса. А какая вам возможность больше нравится? И потом она мне уже пишет. Наверное, я сначала подумаю, потом вам отвечу. То есть, ну, понятно, она не до конца все прочитала, что было на сайте информацию. Поэтому я обязательно напоминаю людям, что у многих складывается такое впечатление, что Арифлейм – это продавать, это ходить с каталогами. Ну, это как бы и нормально с одной стороны, с другой стороны, что многим это не нравится. И тогда другие совершенно предложения. То есть, если мы сразу не дают Арифлейм, а что? То есть, с наездами, если начнем, то, естественно, человек у нас скажет, нет ничего и не хочу ничего делать. Возражение шестое. А, ну, что еще про Арифлейм можно сказать? Ну, допустим, часто ли вам предлагают Арифлейм? А если человек скажет, да, часто, достали уже. И здесь как аргумент. А вы подумайте, если очень много людей занимаются, работают в Арифлейм, да? Если очень много людей строят бизнес, пользуются, как вы думаете, может, стоит это попробовать? Может, все же люди хотят жить хорошо? И все хотят иметь выгоду, правда же? Просто так вы не стали бы, если бы это была плохая компания, была плохая продукция, просто так не стали бы вам предлагать каждый, правильно? Шестое возражение. Нужно много времени для результата. Ну, принятие – это хорошо, что вы затронули эту тему. И вопрос. Если я правильно понимаю, вас интересует, как быстро здесь можно заработать? Или другой вопрос. Если я вас правильно понимаю, если я правильно понимаю, вас интересует, сколько времени можно потратить? Сколько времени нужно здесь потратить? Вот эти два вопроса задавайте. Ну, и аргумент, что любой бизнес требует времени для раскрутки. Поэтому смотрите, что вы хотите. Дополнительный доход или бизнес. Исходя из этого, мы будем с вами подумать, сколько времени, да, вы сами решите для себя, сколько времени вы можете тратить. Ну, и самое главное, у нас нет финансовых вложений и риска. И главное вложение – это время и простые действия. Много этих действий – быстрый результат. Мало действий – меньше результат. Интересно, что за простые действия? Это пользоваться, мыться, учиться и учить этому других. Ну, и так далее. То есть здесь уже самое. Так, давайте сейчас запись остановлю. Ну, и так далее. Ну, и так далее. Продолжение следует...